В конце августа в поселке Рощино под Петербургом прошел 19-й фестиваль средств массовой информации Ленинградской области. Трехдневная встреча традиционно собрала более 200 участников и гостей, сотрудников и руководителей областных редакций СМИ, специалистов пресс-служб региона. Представители органов государственной власти и общественных организаций. Главные для себя на фестивале журналисты всегда определяют возможность пообщаться. В рамках события прошли мастер-классы и дискуссии, посвященные работе СМИ в кризисное время, государственной поддержке региональных средств массовой информации и информационной политики на местах. Навестил журналистов и временно исполняющие обязанности главы региона. Сегодня основная моя задача и цель – это довести свой сигнал до каждого жителя Ленинградской области, что мы предлагаем всем купить билет на поиск, который пойдет в будущее. И несмотря на сложное экономическое состояние Российской Федерации в мировой экономике, мы четко понимаем, что у нас есть стратегия развития Ленинградской области. И мы единственным, кстати, есть такая стратегия на сегодняшний день. И мы четко знаем, что нам нужно делать в ближайшие годы для того, чтобы получить конкретные результаты. Именно средства массовой информации – то самое связующее звено между народом и представителями власти. Именно местные журналисты должны правильно передать все заветы руководства региона и рассказать областному правительству о том, что происходит на местах. В диалоге с аудиторией этой темы коснулся вопрос кингисепской редакции телеканала «Ореол». Сейчас журналисты знакомы с инициированным вами проектом «Гродная экспертиза». Уже и жители Ленинградской области ознакомились с ним. Явилось ли в результатах для вас что-то неожиданное? Какие-то чайки жителей, что-то удивительное, что-то нового узнали для себя? Меня удивили ожидания наших жителей. На первом месте ожидания построить в нашем городе, либо населенном пункте, Литовый дворец, либо бассейн. Опа-на, да, вот ожидания. Вот пять лет назад другие были ожидания, согласитесь, да? Очень много слов, критики по работе органов местного самоправления. Очень много. Я предполагал, что мы не очень эффективны. И сегодня есть разрыв между эффективностью работы даже не всего правительства, а отдельных подразделений правительства, которые стали лучше работать. И муниципалитетами. Но вот очень много критики. Это я не скрываю, но я и ребятам, когда мы подведем итоги, главам администрации, ребятам и девчатам, и наши девушки управляют районами, буду об этом говорить, чтобы они понимали, что это не только я, как ББИК против, говоря о том, что у нас неэффективная местная самоправительная оценка, оценка жителей. Не единожды Александр Дрозденко в своем выступлении коснулся темы местного самоуправления. И хоть по количеству общего числа чиновников на одного жителя Ленинградской области регион занимает почетное последнее место в определенном списке, тем не менее исполняющий обязанности губернатора считает, что их все равно непозволительно много. Иногда мы говорим про демократию, но как только в поселке мы выбираем главу администрации, он становится у нас каким-то патрицией. И все уже в поселке, вроде он еще вчера был Вася, а сегодня Василий Васильевич. Чиновник не должен бояться людей, потому что я им всегда говорю, и себе говорю, и себя убеждаю. Мы люди, которых нанимает население для того, чтобы мы решали главную задачу, улучшали качество жизни населения. И мы должны понимать, что мы отчитываемся перед населением, и население – наш работодатель. Вот когда мы поймем, это чиновники правильные, когда поймет население, что не надо стесняться требовать чиновника, вот тогда все будет в порядке. После встречи с Александром Дрозденко программа события продолжилась чествованием представителей медиасферы Ленинградской области, добившихся профессиональных успехов за прошедший год. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕ